Радио Камчатка. Гость в студии. Ну как мы и анонсировали, наш эфир сегодня будет наполнен интересными гостями, интересными беседами. Вот первая из них у нас в студии. Этим ранним понедельничным утром появился директор Камчатского филиала Ростелекома Алексей Викторович Кулаков. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые жители Камчатского края. Рад видеть вас. Смотрю, вы бодрый такой в понедельник утром 25-го числа в конец года. Как вам это удается? А у меня в субботу были соревнования по карате, и я занял первое место. Ничего себе! Па-па-па-па-па-пау! Ростелеком в надежных руках. И ногах, да, если карате? И я так полагаю, что с дисциплиной тоже все в порядке получается. Все в порядке, да. Вот так вот, берите пример с Алексеем Викторовичем. А как вообще соперники? Соперники хорошие? Да, мужчины были серьезные. А еще у нас, я думаю, серьезные итоги года есть. В такой компании, как Ростелеком, я думаю, мы подошли с таким багажом достижений к концу 2023-го и готовы встречать 2024-й. Давайте расскажем нашим слушателям и подписчикам чего интересного у вас. Да, у нас, мне кажется, в этом году мы подвели некую черту с точки зрения развития непосредственно самой инфраструктуры Камчатского края. Речь идет о оптических линиях связи магистральных, не распределительных, которые идут до каждого дома, до каждого частного дома, до квартиры. А именно вот магистральный сегмент, мы закончили такую большую глобальную стройку, больше тысячи километров было проложено и финалом этой стройки у нас была линия магистральная на Чукотку с выходом через Халатырский пляж. Для нас это, конечно, значимое событие, потому что еще один регион стал цифровым, благодаря Камчатке в том числе, потому что Камчатка у нас сейчас не просто конечный какой-то узел, а транзитный узел, поэтому нам присвоили категорию выше. Ну и, конечно же, требования к нам сейчас серьезным образом поднялись. Ну и важно, что на Халатырке у нас появилась собственная инфраструктура за счет этого проекта и мы можем развивать туризм, развивать бизнес и быть поддержкой вот именно на этой территории, на пляже. Когда слушаешь о таких проектах, очень тяжело в голове представить, вот масштабы вот этих вот работ вообще представляете? Я нет, но вот у нас есть чудо-специалисты, которые все это могут, все это умеют и обеспечивают нас хорошей связи. Но есть вот прям гордость, что мы вот стали такой какой-то меккой цифровых технологий, да? Ну да, сейчас Камчатка потребляет 450 гигабит в секунду, это просто, если раньше там буквально 5 лет назад это было 80-70 гигабит, то сейчас 450, представляете, как мы серьезным образом, то есть мы, Камчатский край, начали потреблять цифровые сервисы. Это не говорит о том, что только Ростелеком, да, предоставляют услуги, предоставляют услуги все операторы, банковский сектор, абсолютно все, кто связан с цифровизацией. Ну и госсектор тоже, те же самые госуслуги, поэтому здесь, конечно, это очень круто. Ну, на самом деле, сегодня сложно представить свою жизнь без скоростного интернета, мы уже избалованы скоростным интернетом, кинохи смотрим онлайн, у нас эфир сейчас идет и в интернете везде трансляция, то есть для нас это уже в порядке вещей, но мы помним еще те времена, когда на телефоне, на кнопочном, мы, не дай бог, нажимали кнопку интернет и просто боялись вот этих вот счетов, которые могли нам прийти, ну оно же было. Абсолютно точно, а есть еще вот эти вот, помните, раньше были в ноутбук или в компьютер, вставлялись вот эти флешки, вот, и ты такой на браузер нажимаешь и сидишь, и можешь там пойти себе чаек налить, значит, а пока вернешься, еще не факт, что оно загрузится. И потом такая страница так, да, 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 и там ошибка, ошибка загрузки, и ты думаешь, а ну в целом, ну не очень-то и хотелось, если честно. Минус уже на счету? Да, да. И тогда мы еще ездили в большие регионы, в центральные регионы, где был уже безлимитный интернет, и ты просто сидел за компьютером, тебе ничего не надо было, ни музеев, ни экскурсий, просто интернет. Я просто настолько это хорошо помню, и это к тому, что как быстро, как быстро мы вот из того состояния перешли в наше вот это вот современное. Я хочу добавить, вот эти вот USB-модемы вообще у связистов называются свистки, то есть раньше называли, вот там тебе надо свисток, все понятно, для чего он и кому он. Вот, а с точки зрения именно скоростного интернета, непосредственно для жителей Камчатского края, то у нас Камчатский край, Камчатка по рейтингу Ростелекома, на сегодня на Дальнем Востоке занимает лидирующее место по проникновению оптики в домохозяйство. 94% на сегодня проникновение, это очень здорово, причем мы с 2019 года с 75% поднялись до 94%, благодаря вот и национальным проектам, и собственным инициативам. И Камчатский филиал Ростелекома вкладывает ежегодно по 200 миллионов в развитие инфраструктуры, сети связи, поэтому здесь и в этом году мы 13 населенных пунктов дополнительно подключили к оптике, сделали распределительные сети и жители Камчатского края, вот в этих 13 удаленных населенных пунктов, в том числе и дачные кооперативы, получили те же самые сервисы, которые есть у горожан. Вот, и сегодня у нас скорости больше 300 мегабит и 500 мегабит мы предоставляем такие услуги. И в этом году мы провели большую модернизацию распределительной сети в городе Петопалск-Камчатский, больше 500 коммутаторов мы заменили на гигабитные, чтобы предоставлять услуги больше чем 100 мегабит в секунду. На самом деле да, я вот как потребитель скажу, потому что давно у меня это телевидение, я сейчас, как оно называлось, цифровое, да, и вот технологии, как Анастасия сказала, приходят ребята-модемы, они все уменьшаются, уменьшаются, делаются меньше, то есть, а вот те услуги, ну просто мы так привыкли уже к Wi-Fi, к быстрому интернету, к вот этой вот системе телевидения, где можно поставить на паузу, перемотать, что без этого уже невозможно представить просто. Приезжая какой-нибудь на материк сейчас, я удивляюсь, когда у людей просто там кабельное телевидение, я говорю, как у нас по-другому, мы об этом даже не слышали, многие говорят. Слушайте, все же идет замечательно ровно до тех пор, пока какой-нибудь землекоп... Не копнет, где не надо, да? Как обезопасить наши сети от вот этих вот редисок? Ну, знаете, у нас уже такое сейчас бытует мнение, там, до блэкаута, да, нас один экскаватор, да, вот, ну на самом деле, да, ситуация, которая вот была 15 ноября, она, конечно, для нас была такая шоковая ситуация, потому что, ну, мы к таким ситуациям на самом деле готовы, потому что, ну, мы обязаны быть готовы. И те 13 часов, которые у нас ушли на восстановление, это для нас были прямо такие судьбоносные. Вот, простите. Выпейте водички, чтобы было проще, и я, насколько помню, сразу же было буквально в первый час, наверное, известно, где поломка, да, и вы отправили туда своих ребят, а вы помните, это ноябрь, это снег, это холода, это где-то в Усть-Большерецком районе, это же адский труд, вот это вот провернули. Ну да, мне пришлось, я сам выехал на это место вместе с бригадой для того, чтобы, ну, а что делать, интернета нет дома. День рождения у меня у жены была как раз в этот день, я думаю, а что мы там уже ничего не отметим, потому что ничего не работает, да и не дадут, поэтому, конечно, сел в машину, поехал с парнями. Вот, ну и, да, серьезным образом, то есть нужно было форсировать реку, большую реку, глубиной полтора метра, чтобы от полутора до двух, для того, чтобы вот добраться до места повреждения. И экскаватор, который повредил кабель, как раз мы экскаваторщика нашли дома, привезли его с поселка Апачи на это место, посадили в экскаватор, и он форсировал реку. Ребята у нас на броне, как говорят, сверху на экскаваторе перемещались на другую сторону и восстанавливали кабель. Что мы делаем сейчас? У нас подготовлен план мероприятия, у нас есть, выделено уже финансирование на реализацию этого проекта. У нас подготовлено оборудование дорогостоящее, импортное для создания резерва, и в июле месяце мы закроем этот вопрос. Почему в июле? Потому что нужно будет построить порядка трех километров линий оптических для организации резерва, привезти оборудование сюда, установить, все это сделать по проекту, ну и, конечно, запустить как нужно, чтобы у нас резерв был горячий. Поэтому мы могли бы, конечно, это сделать и раньше, но помешала вот ситуация с санкциями, с ковидом, то есть речь идет об оборудовании, которое иностранного производства, на которое было наложено санкции. То есть, если сейчас какая-то такая авария произойдет, то мы не останемся на много-много часов без интернета? Да, у нас будет полноценный резерв, горячий, вторая оптическая линия, по ней будет создан такой же канал 450 плюс гигабит в секунду. А можно чуть-чуть отойти от темы? Мне просто так интересно, как же это было? Ну, нашли экскаваторщика, привезли его на место и такие, ну, Сережа, ну, кто же так вот копает? Это же такое, как это происходило? А представьте, экскаваторщик дома такой сидит, как ему заходит, и говорит, ребята, Евпатий Калаврат, ты что же творишь-то, а? Сережа до Коли! Мы с Остеликома приехали к тебе, то есть. Я думаю, он был удивлен. Он случайно это все сделал? Слушайте, было примерно так же, да? Да, ему соседи говорят, ты там что накопал? Интернет уже нет на Камчатке. А Сережа дома на кабельном телевидении, вот это вот такой, значит, за классику, скажем так, за винтаж. Но он же пошел исправлять все. Ну да, он, понятно, что спросили, зачем ты это сделал, он говорит, ну вот, ну вот получилось. Не так, не там копнул. Хотя ведь все документы были оформлены, все разрешительные документы, предупреждения были выданы, был показан, где этот кабель проложен. Ну, лихая как-то занесла его не туда. Вообще занесла. Ну, а о планах еще на 2024-е мы знаем, что у нас будет резерв, что нам не страшны эти землекопы отныне. Что еще нас ждет в будущем году? Что еще? Мы продолжим развивать оптическую инфраструктуру для физических лиц. Для нас это очень важное направление. Для нас потом мы продолжим заниматься повышением качества услуг на территории оваческой агломерации. Также будем продолжать замену коммуникационного оборудования. Плюс для бизнеса, конечно. Ну, мы как-то делим направление. У нас есть инфраструктура, есть услуги для населения, есть услуги для бизнеса, есть услуги для государства. Что касается бизнеса, если мы говорили 22-й год, мы подключили дополнительно новых клиентов и достроились до них. Это 120 абонентов юрлиц, в этом году уже 160, на будущий год, я думаю, что это будут уже цифры 160+. Большой проект у нас, это прокладка оптики сейчас идет на бухту Бичевинку. Для нас это такое испытание, серьезным образом, там, болото мы параллельно и тонем, и достаем друг друга, и дальше тянем. То есть, экскаваторы у нас, можно сказать, на грани гибели. Вот, поэтому на будущий год мы туда доложимся, достроимся кабелем, и для нас это будет такой, ну, значимый проект. Что касается государства, мы продолжаем наш проект по весогабаритному контролю, вот, значит, продолжим работу с повышением качества и управления транспортной инфраструктурой. Мы зашли в пилотный проект по интеллектуальной транспортной системе. Мы хотим в Елизово на двух перекрестках создать умную составляющую, чтобы светофоры сами регулировали поток транспорта, ну, и показать эффективность, может быть, неэффективность, это тоже опыт. Ну, и вот в таких направлениях двигаться. Развиваем госуслуги. У нас будет дистанционное электронное голосование на выборах президента, это тоже наша тема. Поэтому здесь тоже вот мы к этому направлению готовимся. Ой, я не могу не сказать о том, что в начале декабря я была в Москве на Ростелеком ТЭК Дэй, и хочу поблагодарить всех организаторов за такую масштабную и интереснейшую конференцию. И там в том числе была презентована операционная система Аврора 5, да, и дизайн ее был разработан на основе камчатских красот. Я уже об этом всем рассказала и еще раз расскажу. Вот эти вот гаджеты, смартфоны на Аврорах, мы на Камчатке, они есть, распространяются? Да, да, есть и у меня тоже есть. У вас на Авроре? Нет, у меня не на Авроре, он у меня на рабочем месте. Там на самом деле все еще впереди, потому что там нужно настраивать, донастраивать, допиливать телеграмм и так далее. Но эта система полностью российская, она полностью безопасна с точки зрения внешних угроз. Мы же как информационная безопасность, это наша тема, то есть мы предоставляем услуги информационной безопасности по всей стране и госуслуги защищаем. И персональные данные каждого из нас, из вас мы защищаем. Поэтому Аврора это наш, можно сказать, такой следующий этап развития цифрового гаджета. Вообще Ростелеком это та компания, у которой стоит поучиться от провайдера до такой большой цифровой корпорации, не побоюсь этого слова. Там и искусственный интеллект, и все передовые технологии, это все сейчас и наша реальность. И мы благодарим вас за то, что и мы участники вот этого вот прорыва вперед, и мы пользуемся всеми вашими благами. Здесь очень важно отметить, я просто хочу поделиться трендами, мировыми трендами. То есть на первом месте, конечно, для физлиц это Wi-Fi, его будут точно развивать, потому что он сейчас замещает в большинстве случаев мобильную связь. Речь идет о скоростях до гигабита, поэтому, конечно, Wi-Fi это будущее для всех видов. То есть это интернет-вещи, интернет для вещей, машина-ту-машин-ту-машин, так называемая, когда мы подключаем наше устройство к интернету, и они ими управляем дистанционно. Умный дом, да. Вот, потом развитие, конечно, 5G-технологии, так или иначе она придет, никуда от этого не деться. Это потребности и населения, и бизнеса, да и вообще экономики. И искусственный интеллект. Вот. Кстати, вот эта история с искусственным интеллектом, когда машины сами себе с собой управляют, грузовики ездят с этой темой, по последним данным, в мировом сообществе пытаются уже там много спрощаться, потому что она не оправдала себя, это становится небезопасно. Сходят с ума машины. Машины, да. Я видела видео такое, не помню, в каком городе, в какой стране, там такси начало как-то безумно себя вести. Не хочется нам такого, честно говоря, холодильник у тебя сам закроется в 5 вечера, понимаешь? У Лехи самая страшная. А все. Откуда мы знаем? Может быть, экскаватором тоже управлял искусственный интеллект? Через Серегу, да? А Сережа такой, да это не я вообще, вы что? Не подсказывай ему. Ладно, хорошо. Вот есть еще один момент. Значит, один гигабит для физических лиц. Ну, то есть, помимо умного дома. Это же, ну, на что это один гигабит? Это куда? Это кому это? Вы знаете, когда мы тоже думали там, ну, вообще, сколько нужно? Сейчас средняя скорость по Камчатке для физлиц, это 40 мегабит. Да, вот, ну, средняя по отрасли. Если мы говорим про Ростелеком, то это порядка 60 мегабит. Поэтому нам сейчас нужно, чтобы дорасти хотя бы до 100, до 100 мегабит, нужно там максимально оперативно подключать тарифные планы 100+. Если мы говорим про гигабит, для чего он? Ну, во-первых, все пользуются гаджетами, все хотят там постоянно быть в мире событий. Видео по запросу, телевидение, скачивание, то есть, все это вот влияет на потребление трафика. Поэтому, если 3 человека в доме пользуются интернетом, то, конечно, 100 мегабит это становится уже немножко маловато. Нам пришло сообщение от нашего радиослушателя, зовут его Сергей Николаевич Тюлькин. И он пишет, доброе утро, самые добрые слова и пожелания Алексею Викторовичу. С его прихода многое изменилось. Благодаря совместной работе появилась связь интернет на 5-й стройке, микро-районе пограничной СНТ, раздольной, лесной. Вот такой вот привет вам прилетел, она же Сергей Николаевич. Это прям вот, это привет из Елизовского района. И от прям оттуда. Сергею Николаевичу тоже огромное спасибо. Мне кажется, Елизовский район просто перезагрузился с приходом нового главы, хозяина территории. Вот на такой вот позитивной ноте мы предложим вам пожелать нашим слушателям перед Новым годом каких-нибудь приятностей. Дорогие жители Камчатского края, от себя лично и от компании Ростелеком я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, добра, крепкого здоровья, мирного неба над головой. И чтобы всегда близкие были рядом. Спасибо вам большое, Алексей Викторович Кулаков, директор Камчатского филиала Ростелекома, был у нас в гостях. Мы подводили итоги. Итоги классные. Впереди еще больше хороших, интересных достижений. Спасибо, что были с нами этим утром. Спасибо. Всего доброго. Гость в студии на радио Камчатка.